Всем привет! Друзья, сегодняшнее видео будет у нас о канарейках. Начал я свое видео вещание на фоне замечательных ландышей. Это неспроста, потому что зима. Сегодня природа очень нас порадовала снегом, а ландыши это как воспоминания о лете, о весне, я бы сказал. Значит скоро, уже скоро, не за горами весна. А поскольку весна не за горами, нам нужно с вами подготовить нашу птицу к сезону размножения. Но я об этом сниму буквально следующее или через следующее видео, то есть на неделе примерно ждите видео о подготовке канареек к весеннему сезону. Видео будет называться «Зимнее кормление канареек». А сейчас пойдем с вами к канарейкам, и я покажу вам, чем я кормлю своих канареек зимой, у которых птенцы. Друзья, смотрите, какая замечательная зима. Февраль. Какое число? Шестое? Седьмое февраля. Санки у нас. Велосипед вот тоже используем по снегу, очень классно кататься на таких колесах. Так, я сейчас по дороге к канарейкам покажу вам зиму армавирскую. Армавир – Краснодарский край. И вот такой снег у нас метет сегодня целый день. Вот, кстати, посмотрите, слой снега. Вот у меня тут столик. Ну, примерно сантиметров 25 намело. Хотел сегодня устроить ловлю в щеглов. У меня на готове стоит 5 хлопков. Но куда ловить, если такой снегопад сильный? Вот там дрозд сейчас пролетел, хотел вам показать, но не видно. Черный. Вон он, вон он. А, нет, это дятел. Красношапочный. Все, улетел. Итак, идем к канарейкам, а то тут холодно. Итак, перед нами канарейки. Обратите внимание, я немножко сделал перестановку. Вот там стояли сверху канарейки. Птенцы вылупились, я перенес сюда, потому что там вот недалеко дверь. И ночью немножко тянет холодом. Тут как бы не очень жарко, но и не холодно. Но ночью вот слышно, когда без движения тянет холодом. Я решил этих канарейк, у которых птенцы, убрать сюда. Здесь у нее новое место. Сейчас самка слетела с гнезда. Это вот внизу самочка. Она кушает, наверное. Вот так вот будет лучше видно. Вот самочка подкрепиться решила. Значит, сегодняшнее видео посвящается кормлению канареек зимой, если птенцы. Вот когда птенцы, чем кормить? Зелени нету. Яблоки, допустим, сейчас не очень качественные. Вон канареечка села. Умничка. Хорошая. Кстати, друзья, два слова о канарейках. Именно из моих собственных замечаний. То, что я заметил. То, что канарейки желтые, они, как правило, хорошие мамы, хорошие родители. Всегда греют, всегда кормят. Ну, из 10 желтых канареек, возможно, 2 будет плохих. А вот оранжевые и красные, те похуже. Там 50 на 50. Насчет зеленых, белых, не знаю. Особо не экспериментировал. То, что знаю, делюсь. Итак, по поводу питания. Яблоки я хотел сказать. То, что сейчас не особо они такие прям витаминные, как в сезон. Вообще, я любитель кормить птиц в сезон. Фрукты мне, овощи. Ну, морковка. Вот, видите, кеннер поет. И ерит, ерит, ходит. Не стал я говорить по поводу, ну, как он поет. Думаю, не буду мешать. Значит, морковка уже от безысходности. Деваться будет некуда. Я даю морковку круглый год. И зимой, и в сезон, и не в сезон. Потому что там каротин. Это как краситель. Всегда пожалуйста. Значит, смотрите. Я в предыдущем видео обещал вам снять прорепила, как он устроился. Но сейчас у меня репил устроился в доме. У него все хорошо. Но я сейчас пытался снять его поближе. Он нервничает. Еще не адаптировался. Бьется по клетке. Решил пока воздержаться. По поводу каши. Я обещал тоже снять вам видео по поводу каши. Значит, по поводу каши. Такая ситуация. Я вчера. У меня, видите, тут всего три кормящие пары. Всего три. То есть, на каждую пару три чайных ложки. Ну, это получается как бы очень такая затея неудобная. Три чайных ложки. Они просто теряются в котелке. Варить это дело. В общем, я отварил. Принес, дал. Канарейки не особо это все дело. Оценили. Моим канарейкам больше подходит вот такая вот еда. Яйцо они очень любят хорошо. Морковка. Пророщенные семечки. Сейчас вам покажу пророщенные семечки. И в конце этого видео я немножко вам расскажу, как без проблем, как без труда сделать, приготовить пророщенные семечки для ваших канареек. А пользу, а про пользу канареечных семечек, фу, о пользе пророщенных семечек подсолнуха вы можете или самостоятельно узнать, или напишите в комментариях. Я вам персонально сниму видеоролик и расскажу. Итак, смотрите, сейчас время дня у нас обед. Утром я давал такую порцию. Это здесь птенцы постарше. Они съели уже, получается, четвертинку, или даже восьмая часть яйца. Вот они очень хорошо кушают семечки. Видите, вот по шалушке. Шалушки остались одни. Семечки пророщенные. Сейчас я вам персонально покажу пророщенные семечки. Ну, еще хочу сказать, что вот это кормление идет с первых дней. С первых дней. Сегодня здесь птенцам уже у нас... Оп, опять, видите, он просит. Уже у самца просит. Самка сидит, самец прыгает на гнездо, и птенчики просят еду. Так, что я хотел сказать. Здесь птенцам уже 13-14 день. Они как ели с первых дней, так едят. Единственное, я заметил разницу. Ну, некоторые самки активно, охотно поедают морковь. Вот, допустим, это, именно эта самка хорошо поедает морковь. Ну, также обратите внимание, вот вся стенка морковинки. Почему-то они раскидывают на стенку. Эта самочка немножко хуже поедает морковь, но тоже ест. Вот видите, у нее морковка, в принципе, целая. Даже как я присыпал, кальций минералкой присыпал, так и есть. Яйцо поели, семечки. В среднем поели, а вот те хорошие. Ну, тут один птенчик. Кстати, друзья, на снятом видео ранее, я комментировал, здесь было 4 яйца. Все были оподотворенные. Самка, эта самка, идет в первый раз. У нее инстинкт материнства. И, значит, произошли такие ситуации. У нее вылупилось 2 птенца. Один птенец в возрасте 4, примерно 3-4 дней погиб. Что-то у него с животом как-то, он то ли лопнул, то ли она его когтями поцарапала, не знаю. В общем, вот такая причина гибели птенца. Значит, и еще 2 яйца. Я вчера просвечивал фонариком от телефона и увидел 2 маленьких точечки. То есть, 2 маленьких прокола. И там эмбриончик остановился, то есть, яички высохли. Возможно, самка по неопытности допустила такие вот... Неполадки в своем деле. Ну, в общем, вот такие вот дела. Так, по поводу пророщенных семечек. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот, видите, здесь у меня кухня. Яйца вареные режу, морковка. Сегодня воскресенье, время есть побольше позаниматься с конорейками. Вот так выглядят пророщенные семечки. Здесь отсутствуют грибки всякие разные, аспергилы, дрожжеподобные. Нету. Семечки прорастил специальным образом, который сам... Ну, до которого сам додумался, сам разработал. И, в принципе, получается без грибков, без плесени, без ничего. Такие семечки пригодны в пищу даже человеку. Вот, пожалуйста. Канорейки очень охотно поедают. И этот продукт полезный канорейкам. Можно было вот так замереть и стоять, наблюдать, чем занимаются канорейки. Но, к сожалению, не всегда есть на это время. Таким образом, я выхожу с положения при кормлении в зимнее время года своих потопечных канореек пророщенным зерном. Проращивать можно все, что угодно. Главное, чтобы ваши канорейки знали и были приучены к этим пророщенным зернам. Например, мои канорейки у меня живут... Вот, которые сейчас сидят птенцами. Они у меня живут относительно недолго. И приучить мне удалось семечкам пшеницы. Также можно приучить пророщенному овсу, пророщенному рапсу. Чечевицу можно проращивать. Ту же гречку можно зеленую проращивать. Очень полезная гречка зеленая. Но всему этому надо приучать канореек в процессе жизни. Ну, например, допустим, осенне-зимний период содержания канорейки должны, в принципе, отдыхать. Световой день должен быть у них короткий. С 8 до 5 часов. Тогда канорейки самки будут спокойно отдыхать, развиваться, набирать силы. И готовиться к весеннему сезону размножения. Самый хороший сезон размножения – это весна. Конец марта, начало апреля. Ну, а поскольку у меня сложилась такая ситуация, что канорейки попросились на яйца, я вынужден сейчас проращивать зерно. Травы, к сожалению, нет. Сами видели, сейчас все засыпало снегом. Все-таки мы смущаем своей камерой. Самочка спрыгивает часто с яйца. Сейчас подальше уберу. Значит, по поводу размножения, сезона размножения канорейок. Возможно, сейчас возникнут споры, то, что канорейки можно разводить круглый год. Но я, честно сказать, не спорю. Можно разводить круглый год, можно разводить квадратный год. Это уже кто на что гораст. Но правила разведения канорейок есть, и никто их не отменял, и не мы их придумали, чтобы нам сейчас их менять. А они сложились этим правилом из поколения в поколение. Еще наши дедушки, прадедушки, прадеды, прабабушки занимались канороводством. И вот, значит, заметили, законспектировали и передали нам, поколению молодого, а мы, в свою очередь, должны передать дальше. Так что, друзья, придерживайтесь, пожалуйста, весенне-летнему периоду размножения канорейок. У кого, допустим, если сейчас несутся самки, начинают гулять, вот как у меня, ну, самка ярит, самка ярит, это значит, она бегает, собирается снести яйцо. То есть, она берет ватку, перышки, там, разную соломинку таскает. Это все способствует тому, что ваша канорейка не сегодня-завтра снесется. Так вот, чтобы этого не было, я постараюсь сделать вам в специальном видео, и вы посмотрите и поймете, как правильно содержать канорейок, чтобы они зимой спокойно жили, набирались сил, набирались сил, и к весеннему сезону размножения пришли сильными, полными энергии, и дали крепкое, здоровое потомство. Потому что зимой, зимой, канорейка недостаточно отдохнула от линьки. У них же в конце лета, осенью линька. Ну и вот так вот все. Но сейчас вкратце вам скажу, что основа, все зависит от... Первая причина – это продолжительность светового дня. Вторая причина – это факторы раздражителей. Это, допустим, наличие гнезда, наличие стройматериала. Там те же перушки лежат, там та же сена. То есть самка в виде-таки начинает таскать, и у нее происходят уже гормональные изменения, и она, сама не замечая, подходит к сезону размножения и может снестись. Ну и, конечно, наличие, присутствие самцов. Песня самца тоже влияет на самок. Слыша самцов, они начинают тоже ярить. У них также происходит возбуждение, и они начинают нести яйца не в попад. Поэтому в идеале содержать самцов и самок отдельно в разных комнатах даже. Не в разных клетках, а даже в разных комнатах. Это будет вообще шикарно. Потому что самка не будет слышать самца. Она будет жить. Главное, чтобы самка спокойно отдохнула, восстановилась, и к сезону размножения весеннему, летнему, пришла полная сил. А если вот такие трели идут, то, конечно, куда же тут самка отдохнет. И, кстати, когда вот самка с самцом в одном помещении даже, вот сейчас и у меня тут, видите как, это временно. На ранее старых видео у меня там конорейки были, специальная комната у них была. Там у меня была возможность затемнять. Просто занавеску делал на окно и все. А тут у меня попугаи рядом и выше попугаи. Тут свет рано потухнуть не может, поэтому тут долго свет горит. Что я хотел сказать? По поводу, когда самцы с самками сидят вместе, это чем плохо? Ну, вместе, я имею в виду, вместе в одном помещении, не в одной клетке. В одной клетке не надо зимовать. В любом случае, самки зимуют отдельно, в большом таком пролетке. Самки, кстати, должны зимовать в пролетке, чтобы летать. Мы сегодня с вами плавно из темы, чем кормить зимой, переходим в тему, как подготавливать и как разводить. Ну, это, в общем, хотел вкратце, я, получается, уже много говорю. В общем, будет специальное видео, где я покажу, расскажу, как содержать лучший конореек, чтобы они пришли к весне, к сезону размножения крепкие и здоровые. Да, значит, подведем итоги. По поводу кормления. Морковка. Здесь, кстати, сейчас натер морковку на мелкую терку. Есть крупная, а есть мелкая. Вот, видите, как она выглядит. Вот на терке крупная, а вот это, получается, средняя, потому что еще здесь есть волшебная терка, ее крутишь и разные варианты. Вот самая мелкая. Ну, вот мне что-то понравилось сегодня тереть на среднюю. А вообще можно на крупную. Ну, это уже мелочи, это уже каждый, кто как хочет, делайте. Так, насчет морковки поняли, да? Насчет яйца тоже понятно. С кашами. У кого много, большие объемы, пожалуйста, заморачивайтесь, варите кашу. Это, в принципе, неплохо. Но старайтесь сделать так, чтобы вы свою кашу раздали всю сразу в один день. И не оставлять там ее на завтра, на послезавтра, в холодильнике. Многие так умудряются делать. Ну, так не надо делать. Вы можете себе, допустим, кто пельмени любит, отварить пельмени. А потом, может, на следующий день разогреть, скушать. И это, пожалуйста. А канарейкам старайтесь все делать свежее. В тот день, когда приготовили, в тот день и кормить. Значит, морковка с первых дней допускается. Это уже как вот от меня. Мое. Я вот у меня, я наблюдаю, все хорошо получается. Морковка с первых дней допускается. Пророщенные семечки с первых дней допускаются. Яйца вареные с первых дней обязательно допускаются. Если у кого-то будут проблемы, скажите, вот, наслушались, насмотрелись с первых дней, накормили, а там что-то случилось. Друзья, возможно, конечно, и такое. Но забегу вперед. Вот, если вы, у вас появились птенцы, и вы им там дали вот так много морковки или пророщенных семечек, а до этого, до этого ваши птицы не знали, что такое морковка или ели, но очень редко, и всегда об этом мечтали, чтобы вы давали им почаще морковь, допустим, и тут у них птенцы, и вы им целую пиалу моркови. Птица что происходит? Объедается, и потом накармливает своих этих птенцов. У птенцов идет разжижение окала, там, или вздутие, или проблемы с пищеварением. Так что все делайте в меру. Лучше, есть такая поговорка, лучше 40 раз по разу, чем не разу 40 раз. Кто как понял, отпишитесь в комментариях. Так, ну в общем, что еще можно сказать? Я думаю, я все сказал, у вас все получится, если будете делать все в меру. Ну и думайте, как бы своим умом додумывайте. Даже можно лист салата предлагать, но не так, что там раз в неделю, и канарейка за ним трясется. Я знаю, есть такие разводчики, они держат и дают лист салата раз в неделю. А представьте, раз в неделю канарейка поела, ей так очень хочется, этот лист салата. И она ждет этого дня, и тут бах, лист салата, раз в неделю. Она на него кидается с голодухи, и может переесть, может объесться. Надо кормить все разнообразно, в меру, ну и часто, чтобы все было разное. В общем, разнообразие питания – это залог успеха. Кончик хвостика я намазал ему маркером специально, чтобы не перепутать этого самца. Интересная расцветка. Самочка по-прежнему в заморозке. Вот она одна так замораживается, а те три нормальные. А вот папаша этих птенчиков. Сейчас я вам еще напоследок птенчиков покажу. Они растут. Опять-таки, здесь у нас живет подкидыш. Если кто смотрел раньше снятое видео, там есть видео про подкидыша. И вот смотрите, 13-й день, кстати. Гнездо они немножко пачкают уже. За 13 дней накопилось. Разные краски здесь. Вот они, птенцы. Глубина этого гнезда далеко не 3 сантиметра. Мне один уважаемый, очень уважаемый, я бы сказал, человек в комментариях написал, что гнезда для канареек должны быть глубиной не меньше 3 сантиметров. 3 сантиметра, друзья. Представляете? Вот чтоб не меньше 3. Кто считает это истинно, напишите в комментариях. Кто считает это не ложь, напишите тоже в комментариях. Я хочу разобраться, потому что я вот сколько занимаюсь, я думал, что гнезда надо делать поглубже. А мне товарищ пишет, что Юра, надо делать 3 сантиметра глубиной, потому что птенчики, они попки отставляют и должны через бортик какать. А здесь получается какает на бортик. Вот он подкидыш, видите какой маленький. А это вот ее родные. Видите, глаза уже смотрят на нас. Интересно, какая у них будет судьба. Кто будет певцом, кто будет самкой, хорошая ли будет, плохая. Но по идее передается все по наследству. По наследству передается. Инстинкт материнства, отцовства, песня передается в основном по наследству. Здесь самка неплохая. Конечно, первые дни я ее подкармливал, но, слава богу, она ума набралась. Вон она сидит. Вот, кстати, она разморозилась. Видите, какая она активная. Прыгает, чирикает. Вот так сейчас сделаю, чтобы посмотреть. В общем, таким вот образом проходят будни. Зимние будни, канареек, у которых птенцы. Все у них хорошо. Воду, кстати, меняю я раз в день. Сейчас зима, получается нормально раз в день. Вот мне кажется, что у одного птенчика будет рассветка, такая, как у самца. Видите, у него крылья симметрично окрашены. И хохолок на голове. По мне, так очень красивая рассветка. По-моему, эта рассветка называется «Ласточка». Или я, может, ошибаюсь. Я один раз слышал мельком. Ну, не знаю. Может, это про эту рассветку имели в виду. Может, не про эту. Кто в курсе, напишите тоже. Буду рад просветиться. Все, друзья. Тогда давайте прощаться. Всего вам всем хорошего. Удачи. Здоровья. Пишите в комментариях свои впечатления по поводу моего видео. До скорой встречи. Продолжение следует.